Всем привет, вы на канале Собервижн. И у меня просто офигенные новости. Мне удалось поднять первого рабочего Мермеции Преформис. Это был сложный путь, который закончился в целом успешно. Родился лишь один муравей, но положительных эмоций целый вагон. Итак, ребята, с момента появления у меня матки Мермеции Преформис прошло 6 месяцев. Вначале она была заселена во временную арену. В ней матка перенесла высокую летнюю температуру и ей так и не удалось довести яйца до стадии личинок. Все попытки заканчивались неудачно. Поэтому королева была переселена в новый формикарий. Тут дело пошло хорошо. Первая же кладка яиц перешла на стадию личинок. Всего их было около девяти. Но далеко не всем было суждено сплести коконы. Личинки неплохо питались и хорошо росли. Однако в итоге коконы сплели лишь две личинки. Остальные погибали или были отбракованы маткой. После появления коконов была некая уверенность, что они смогут долежать до появления из них рабочих. Но матка решила по-другому. Она вскрыла один кокон, в котором еще не созрел рабочий. Он не подавал признаков жизни и пролежал в гнезде еще около десяти дней, хотя и успел потемнеть. Потом матка вынесла его на арену. На всякий случай я не стал сразу его убирать. Вдруг он все-таки подаст признаки жизни. Только спустя пару недель я все-таки убрал его с арены. Очень жаль, что он так и не воскрес. Тем временем в гнезде произошло нечто важное. Как-то вечером во время кормления матки сиропом я заглянул в гнездо. И тут я был просто ошеломлен. Из гнезда на меня смотрело два муравья. Матка открыла последний кокон. И открыла его крайне удачно. Рабочий полностью сформирован. Малыш живой и очень красивый. Он немного меньше самой королевы и пока что находится только в гнезде. Неуверенно сидит в углу и изредка прогуливается. Какой же он долгожданный. Я очень рад, что королеве со второй попытки удалось вовремя распаковать кокон. Но это не все хорошие новости. Уже на третий день после рождения первого рабочего королева Мермеции начала откладывать новую партию яиц. Теперь за развитием расплода будет смотреть не только матка, но и новый рабочий. Надеюсь, это будет способствовать тому, что во второй партии появится сразу несколько новых муравьев. Рабочий ухаживает не только за яйцами, но и за самой королевой. Он ежедневно чистит ее и наводит красоту. С таким помощником теперь можно горы свернуть. Продолжаю кормить муравьев медовым сиропом. И как только появятся первые личинки, начну давать небольших туркменских тараканов. Личинки их очень любят. Увлажняю, как обычно, раз в неделю вливаю в гипсовую плиту миллилитров 30 воды. Вот такие сегодня новости. Продолжим наблюдать за развитием одних из самых больших и опасных муравьев на планете вместе. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это помогает продвижению видео и привлечению новых маршелюбителей в наше хобби. Всем спасибо за просмотр и всем пока!